Прокурор Центрального военного округа Андрей Попов принял в Самаре ветеранов спецоперации и их семьи. Люди пришли на встречу, чтобы задать интересующие вопросы и попросить помощь в разрешении самых разных ситуаций. От юридической поддержки до получения информации о ротации и многом другом. Наши корреспонденты пообщались с представителями фонда «Защитники Отечества», где прошел прием, и расскажут подробнее. На встрече с прокурором Центрального военного округа ветеран спецоперации Сергей Елхимов подготовил как собственное обращение, так и просьбы людей, которые приходят в фонд ежедневно. Для меня достаточно понятны все вопросы, с которыми ребята приходят, их проблемы. Я и пошел сюда в фонд именно для того, чтобы быть ближе к своим бойцам, к своим товарищам, к своим братьям. Во время встречи с прокурором бывшие участники боевых действий попросили разрешить самые разные ситуации от получения соцвыплат до комплексной реабилитации. Некоторые вопросы уже не раз озвучивали на площадке фонда. Поэтому решение проблем ветеранов и участников СВО на особом контроле разных структур, региональной и федеральной величин. Сейчас у нас заключено более 60 соглашений о сотрудничестве с различными и органами исполнительной власти, и представительной власти. То, что касается структурных подразделений Министерства обороны, здесь у нас идет полное взаимодействие. За полгода работы фонда специалисты из Самарской области обработали 7222 обращения. Участникам и ветеранам СВО оказана многосторонняя поддержка. Ее сейчас могут получить защитники по всей России. Филиалы фонда открыты в 89 субъектах страны. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.